Настало время двигаться вперед. Настало время атаковать врага. Настало время победить всякую болезнь или немощь. Вы можете сказать, дьявол, выйди из него! Выйди из него во имя Иисуса! Она была слепа. Чудеса происходят везде. Чудеса происходят везде. Встань с кресла и иди. Встань и иди. Встань! Вот где ваше чудо! Чудеса происходят везде. Оставайтесь с нами. Чудеса происходят везде. После подопки. ПОНАЛИЧНАЯ необходимо. Иди ещё! ПОНАЛИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как и всегда, муж Божий, пастор Крис, делился словом в простоте и силе, благословляя и меняя жизни всех присутствующих. Бог был там, где был Он. О, слава Богу! Вы можете представить себе, что это записано в Слове. Это записано в Библии. Он хочет, чтобы вы имели не какую-то часть полноты Божьей, но всю полноту Божью. Возможно ли это? Если бы это было невозможно, Он бы не говорил этого. Слово Божье — это воля Божья. Это воля Отца. Чтобы мы наполнились всей полнотою Божьей. Вот для чего Он послал нам Духа Святого. Чтобы Он жил в нас. Дух Святой дает нам присутствие Иисуса и Отца. Дух Святой делает для нас реальным присутствие Иисуса и Отца. Реальным для нашего Духа. И Он не пришел просто для того, чтобы нам было хорошо. Нет. Вот для чего Он пришел. Послушайте. Чтобы вы уразумели превосходящее уразумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божью. Всею полнотою Божьей. Если это произойдет, то откуда у вас возьмется диабет? Откуда появится рак? Откуда придет страх, когда вы наполнены полнотой Божьей? Наполнены всей полнотой Божьей. Откуда появятся проблемы с сердцем? Вы понимаете, о чем я говорю? Это настоящее христианство. В вашем теле не может быть болезни, если эти вещи реальны для вас. Не может. Просто не может. Хроническая болезнь уйдет. Да. И вы будете жить каждый день в уверенности, потому что Бог живет в вас. Откройте это место снова. Это чудесное место. И уразуметь превосходящее уразумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божью. И дальше он говорит, «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать не сравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем». Он говорит нам нечто невероятное. «Бог может сделать намного больше того, чего просим или о чем помышляем, благодаря Его силе. Но на этом Он не останавливается». Посмотрите, благодаря чему? Силе. Которая действует на небесах? Нет. Которая действует в нас. Это означает, что Бог будет действовать в нашей жизни через ту силу, которая действует в нас. Многие христиане молятся о том, чтобы Бог сделал что-то для них. Но ничего не происходит, и они отчаиваются. Они думают, «Почему? Бог не хочет работать вне вас. Он хочет сделать что-то в вас через ту силу, что действует в вас». Спасибо, Господь Иисус. Представьте себе, «Что было бы, если бы вы знали это 12 лет назад? Представьте себе, что было бы, если бы вы знали это 20 лет назад. Изменило бы это вашу жизнь? Мне хотелось бы знать». Давайте посмотрим. Если то, что я прочитал вам, является таким же реальным, как об этом говорится, если все действительно так, как говорится здесь, то изменило бы это вашу жизнь? Скажите мне, если это реально, если возможно, чтобы Бог жил в вас, в своей полноте, и вы знали бы об этом, то поменяло бы это вашу жизнь? Подумайте об этом. «Одно дело, когда вы знаете, что у вас есть что-то, и совсем другое знать, как этим пользоваться, да? Если вы не знаете, что у вас это есть, то вы даже не можете подумать о том, как воспользоваться этим, да? Давайте посмотрим. Если то, что мы видим здесь, является истиной, которую можно применить на практике сегодня, потому что некоторые говорят, «Ну, знаете, Библия была написана много лет тому назад, и на самом деле там имеется в виду другое». Но если там на самом деле имеется в виду другое, то что же? Давайте вернемся к Библии. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше, чего мы просим, или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, во все роды, не только во дне апостолов, во все роды, от века до века. Аминь. Слава Богу. Это удивительно. Мне хочется, чтобы вы посмотрели на свидетельство человека, который написал все это. Эти слова написал апостол Павел. Давайте прочитаем его свидетельство. Давайте прочитаем, что он говорил о себе. Откройте послание к филиппийцам. Филиппийцам 4 глава. Я хочу, чтобы вы прочитали 13 стих. Прочитайте его вслух. 13 стих. Это сказал апостол Павел. Вы обратили внимание, что он не написал? Мы все можем в укрепляющем Иисусе Христе. Это его свидетельство. Прочтите его снова. Еще раз. Все могу. Посмотрите на менталитет этого великого мужа Божьего. Все могу. Он не думал, ну, этого я не могу. И этого тоже. И того. А это могу. Нет. У него был менталитет. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Давайте прочитаем еще один стих. Он вам тоже понравится. Колоссинам 1 глава. На основании того, что я сейчас прочитаю вам, мы будем создавать основу нашего обсуждения. Хорошо? Это для того, чтобы помочь вам понять то, с чего мы начали. Вы готовы? С 26 стиха. Вы готовы? Я постараюсь прочесть новый перевод. Вы знаете, что перевод короля Иакова имеет свои особенности. И если вы не будете смотреть в свою Библию во время чтения, то некоторые конструкции покажутся довольно трудными для вас. Поэтому давайте я прочту вам из нового международного перевода. Вам будет легче воспринять его. Послушайте. Тайна, которая была скрыта на протяжении веков и поколений, теперь же открылась святым. Бог решил показать им, среди язычников, великие богатства этой тайны, Христа в вас. Что это за тайна? Что Христос в вас, упование славы. Он говорит, что эта тайна была скрыта на протяжении веков и поколений. «Христос в вас». Что это значит? Что значит «Христос в вас»? Мы еще дойдем до этого. А теперь обратите внимание на 28 стих. Мы провозглашаем его, признавая и уча всех и каждого, что в нем вся мудрость, чтобы все мы предстали совершенными во Христе. Спасибо, Господь Иисус. Разве это не чудесно? Для чего и я тружусь? Тут у переводчиков возникла проблема. В различных переводах вы увидите разные синонимы к этому слову. Но в переводе короля Иакова вы увидите нечто чудесное. Давайте прочитаем. Он говорит, для чего и я тружусь, испытывая трудности со всей силой. Вы обратили внимание на слово «трудности»? Это неправильный синоним. Там не должно было быть трудностей. В переводе короля Иакова мы видим слово «подвязаясь». Слово, которое перевели так, в английском означает «испытывая агонию». Но он говорит не о той вещи, что направлено наружу. Это стремление направлено вовнутрь, подвязаясь. Как будто внутри происходит бой. На самом деле, в некоторых других местах в Библии используется слово «борясь». Но он говорит об агонии, о стремлении, подвязаясь, как мы читаем в переводе короля Иакова. Дальше он говорит, «подвязаясь с силою его». Это перевод короля Иакова. Послушайте. «Подвязаясь с силою его, действующую во мне могущественно». Вот почему я говорил, что перевод короля Иакова может быть непростым. Итак, «он работает с силой, которая работает во мне». В этом переводе говорится «всей той силой, которая могущественным образом работает во мне». О! Он говорит, что Божья сила могущественным образом работает в нем. Он знал. Можем ли мы знать, что Бог работает в нас? Знаете, мы слышим, как часто христиане говорят, «что-то подсказало мне сделать это». Они не могут сказать, что это Бог. Некоторые даже боятся говорить, что это Бог. Почему? Потому что они не довели до совершенства Божье водительство в своей жизни. Они боятся зайти слишком далеко. Поэтому они не могут сказать «Бог». Но вы никогда не увидите, чтобы апостолы или верующие тех дней говорили такое. Они знали, когда с ними говорил Бог. Могу ли я знать, что Бог работает во мне? Конечно же, да. Это то, чего Он хочет. Он хочет, чтобы мы были уверены и знали, когда Он работает в нас. Он хочет, чтобы мы были уверены и могли сказать, «Бог сказал нам». Мы должны знать, когда Бог говорит нам. Но вы не можете узнать, пока не познакомитесь с этой книгой. Вы лишь поверхностно знакомы с ней, пока не поймете голос Духа. Как это сделать? Изучая ее. Изучая Слово. Слушая Его Слово. Живя по Его Слову. Применяя Его Слово на практике. Постоянно. Чем больше вы слушаете Бога, тем лучше вы понимаете Его голос. Тем больше вы понимаете Его слова. Он хочет, чтобы мы делали это. И тогда вы сможете наслаждаться христианством. О, как Бог хочет, чтобы мы наслаждались своей жизнью. Знаете, для многих христианская жизнь – это жизнь в трудностях. Они испытывают трудности, пытаясь угодить Богу. Бог доволен вами. Потому что вы – это вы. Я проклинаю глухоту, немоту, слепоту и хромоту. Убирайтесь прочь во имя Иисуса. Исцелитесь. 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 Она была слепа. Восемь лет. Эта девочка была слепа. Да. Ты слышишь меня? Да. Ты слышишь меня? Да. Кто-то скажет «Аллилуйя»? Его привезли сюда на инвалидном кресле. Но теперь он встал и идет. Пожалуйста, подойдите. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ «Аллилуйя»? СПОДПИСМЕНТЫ Исцелитесь. ПОДПИСМЕНТЫ uruол Я хотел бы поделиться с вами словами из Библии. Это слова Господа Иисуса Христа. Они записаны в Евангелии от Иоанна 14, 23. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Кому Он обращался? Я хотел бы дать вам контекст Его слов. Давайте прочитаем с 19 стиха. Это слова Иисуса. «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Он обращается к Своим ученикам. Кто-то написал песню на основании этого стиха. «Я буду жив, потому что Ты жив». Там есть такие слова. «Я могу увидеть завтрашний день, потому что Он жив». Это чудесная песня. Итак, 20 стих. «В тот день узнаете Вы, что Я в Отце Моем, и Вы во Мне, и Я в Вас». Вот это да! Ближе уже некуда. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам. «Иуда, не Искариот, говорит Ему». Это другой Иуда. Там был Иуда Искариот, предавший Иисуса. Библия говорит, что это не тот Иуда, который предал Иисуса. «Иуда, не Искариот, говорит Ему». «Господи, что это? Что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Он говорит, «Мы и так знаем Тебя». «Почему бы Тебе не явить Себя миру?» «Почему Ты хочешь явить Себя нам?» Он говорит, «Мы знаем Тебя». Но Иисус говорил о чем-то более глубоком, чем просто хождение с Ним. И тут Он дает объяснение. Именно этот стих нам и нужен. Иисус сказал Ему в ответ, «Иуди, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Если вы любите Иисуса, то не доказывайте это пением песни, «Люблю Тебя, о мой Господь». Это здорово. Но Он говорит нам, как доказать свою любовь к Нему. Свою любовь к Иисусу мы доказываем тем, что соблюдаем Его Слово и исполняем Его Слово. Он говорит, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Он не говорит, «Кто любит Меня, тот будет петь Мне». Он сказал, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». И Отец Мой возлюбит Его. И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Иначе говоря, они разобьют в Нем свой штаб. Ваша жизнь станет центром Божьих операций. Это замечательно. Нет ничего удивительного в том, что люди, любящие Господа, всегда свидетельствуют. В их жизни происходит множество событий. Все потому, что они любят Господа. Он говорит, что если мы любим Его, то Он с Отцом придет и разобьет Свой штаб в нас. Он говорит, «Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Как они сделают это? С помощью Духа Святого. Это чудесно. Что вам делать? Любите Иисуса. Храните Его слова. Его слова записаны в Писании. Исполняйте Его слова. Он говорит, «И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему». Он имеет в виду человека, который любит Его. Мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. И Иисус с Отцом разобьют Свой лагерь в вашей жизни с помощью Духа Святого. Дух Святой принесет вам присутствие Отца и Сына Иисуса Христа. Дух Святой явит вам Отца и Сына. Отец и Иисус на небесах, но Дух Святой здесь с вами. Я хочу помолиться сегодня за вас. Ожидайте чудо прямо сейчас. Я молюсь, чтобы присутствие Отца, присутствие Господа Иисуса Христа явились вам Духом Святым. Если вы не приняли Господа, то попросите Его войти в вашу жизнь. Скажите, «Господи, я принимаю Тебя в свое сердце. Я верю, что Иисус Христос – Сын Божий, и что Он умер за меня». Скажите, «Я верю, что Он умер за меня. Я верю, что Бог воскресил Его из мертвых. И прямо сейчас я провозглашаю, что Иисус Христос – Господин моей жизни. С этого дня и навсегда. Аминь». Скажите, «Я принимаю жизнь вечную во имя Иисуса». Аминь. Аминь. Слово Божие говорит нам, «Словами Своими оправдаешься и словами Своими осудишься». Сегодня вы приняли Иисуса Христа в свое сердце, в свою жизнь. Он придет к вам. Вы не должны что-то почувствовать физически. Он вас. Это шаг веры. Бог есть Дух. И мы реагируем на Него Своим Духом. Это шаг нашей веры. Сегодня Он услышал ваши слова. И вам была дана вера через Слово. Вы приняли Его в свою жизнь. Я молюсь, чтобы вы получили исцеление. Если в вашем теле есть болезнь, есть немощь, я приказываю боли уйти, приказываю немощи уйти, приказываю симптомам уйти во имя Иисуса. Примите исцеление в теле. Нас смотрит человек, которому 65 лет. Вы смотрите нас прямо сейчас. Вы оглохли на правое ухо. Я повелеваю этой глухоте убираться прочь во имя Иисуса. Много лет эта глухота мучила вас, но теперь она ушла во имя Иисуса. Кроме того, нас смотрит человек, у которого позади уха была опухоль. Эта опухоль ушла. Она ушла. Доктора сказали вам, что она стала больше, но она ушла. Вы можете провериться. Ее нет. Слава Богу за то, что Он прикоснулся к вашей жизни. Слава Богу. Слава Богу. Это сила Духа Святого. Возможно, я не назвал вашу болезнь, но Господь прикоснулся к вам. Я молился за вас. Примите исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Поблагодарите Его за то, что Он исцелил вас, изменил вашу жизнь. Позвоните нам и расскажите о том, что Он сделал для вас. Поделитесь своим свидетельством или пришлите нам письмо. До скорой встречи. Продолжайте жить в ожидании чуда. Пусть Бог благословит вас. Если вы получили благословение от просмотра этого выпуска, позвоните или напишите нам. Христос занимает особенное место в нашей жизни. Мы не можем недооценивать этого. Иисус сказал, «Должно всегда молиться и не унывать». Те, кто не молится, не видят постоянного влияния Слова Божьего на свою жизнь. Если же вы хотите видеть удивительный прогресс в своей жизни, то молитва — это начало для вас. Молитва — это большее общение, чем просьба. Это общение. Общение с Отцом во имя Господа Иисуса в силе Духа Святого. Обычно, когда я высылаю вам послание, я говорю о том, что мы должны молиться на иных языках, молиться в Духе, потому что молитва в Духе — это лучший способ общения на высшем уровне с Духом Божьим. Это значит, что мы говорим то, что выше нашего понимания, наших знаний. Все потому, что Бог хочет сделать нечто, что мы сами не можем понять. Но в Своем Духе мы чувствуем, что Дух Божий ведет нас к чему-то. Он ведет нас к славе. Мы знаем, что это поднимет нас на более высокий уровень Духа. Мы готовимся к этому. Если вы еще не следите за нами через ЮКОС, то я хочу, чтобы вы зарегистрировались сегодня и начали следить за страницей «Пастор Крис Лайф на ЮКОСе». Заходите к нам сегодня, следуя указаниям на экране, чтобы смотреть «Пастора Криса» и присоединиться к миллионам верующих, которые уже меняют мир, молясь с «Пастором Крисом». Пусть Бог благословит вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова